Информационная война — это как раз тот вопрос, который нужно задавать именно мне. Я лично знаю людей, которые сидят в интернете и работают, засирая его в прямом смысле в виде гоблинов на разных сайтах, вздрючивая людей за это состояние истерики. Самые слабые приходят к психотерапевту, и, как ни странно, сейчас на многих факультетах, даже на психиатрии, есть несколько новых лекций, где нас учат психотерапевтов разморачивать замороченных людей, потому что штат людей сугестируют в прямом смысле гипнозом, и каждый в свою дудку. И, честно говоря, бессознательные людей, неподготовленных книгами, которые читают и приобретают, человек приобретает интеллект от зрительной информации, да, вот те, кто читают мало, те и поддаются. Они начинают включать телевизор с щелкопиканалами и теоретически находятся в пограничном состоянии, практически каждого нужно укладывать в клинику неврозов. Я не ведусь, потому что я знаю, как я разминирую. Я вижу методики, как человек с неподвижным взглядом смотрит, как они смотрят в левый глаз, как все эти лозунги, когда-то за Родину за Сталина люди вставали и шли на смерть, да, сейчас Сталина костыряют всяческими словами. Не успели умереть люди, которых сугестировали на одно, они сейчас, мушка с прицелом у людей не сходится. Разминировать надо, нужно антипрограммы делать непременно, если они не будут делаться, то получается, что нам скоро будет не нужно оружие. У меня половина друзей уехали только на одну истерике, сейчас 15-й год, точно такой же, как был 100 лет назад. Скоро будет 17-й, и книжные будут сидеть на панели, и все пойдут в проституцию, и все будут искать последний теплоход в Париж. Ни у меня, ни у моей семьи нет нигде за рубежом никакой недвижимости. Если что, удерем к тем, кто уже туда удрал. Но я думаю, что никто никуда удирать не будет. А буквально лет через 10 все будут драпать к нам.